В какой форме ты подошла к этому турниру? Мне казалось изначально, что форма у меня не очень. В начале, когда я фитовала первые бои в группе, все было не так, как я хотела. А потом, ближе к финалам, как-то разошлась, и все вроде получалось. Конечно, за исключением последнего боя. Что не получилось вчера в бой с Бирюковой? Ты вела по ходу. Почему не смогла дожать? Ну, знаете, в какой-то момент я, может быть, чуть расслабилась. Потом, наверное, какие-то моменты были такие, что у меня такой заводной характер, меня немножко где-то там ударили, укололи больно, и я уже начинаю злиться. И вот в этот момент у меня чуть мозги отключаются, и я начинаю получать уколы какие-то дурацкие. И вот вчера, получается, я так вот упустила какой-то момент боя, потом пришлось догонять. А последний укол, как мне кажется, он был такой спорный, и я все-таки не совсем согласна с ним. Сегодня командные соревнования. Ты себя лучше чувствуешь в личных или все-таки в командных? Не добавляет это ответственности? Честно говоря, командные соревнования я с детства люблю больше, чем личные соревнования, поэтому командный дух, все. Нет, наоборот, никакой ответственности, наоборот, как-то за команду. Вообще супер. Люблю командные соревнования. То есть ты когда фехтуешь, чувствуешь поддержку трех спортсменов остальных? Да, конечно, чувствую. Особенно у меня в команде девочки, они из сборной. Мы с ними практически круглый год вместе. И Аида Шанайвана, как и подруга, вне дорожки, вне фитования мне. И Диана, мы все хорошо общаемся. Ты занялась в мое место в Турине на гран-при. Вспомните соревнования, сложные соперники попадались. На самом деле у меня тогда был такой настрой сумасшедший, что мне было все равно, кто выходит передо мной, и там вообще была в хорошей форме, намного лучше, чем сейчас. Единственное, мне тогда встретилась Дереглазова, Идна, она меня быстренько остановила. В этом году тебе не удалось пробиться в сборную. Что нужно сделать, чтобы в следующем быть там? Ну, наверное, все-таки чуть-чуть надо как-то ответственнее подходить к соревнованиям. У меня иногда бывает такое, что я могу там, вот у меня нет настроения, я как-то расслаблюсь или вот там, ну, какое-то такое, знаете. Вот, и я думаю, что с следующего года я даже начну, может, больше уделять как-то психологии внимание, потому что с физическими данными все нормально, вроде бы и приемы, все делаю, но вот именно, мне кажется, это чуть психологическая ошибка. И со следующего сезона я постараюсь как-то это исправить. Вот, думаю, все будет нормально. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.